Здравствуйте, коллеги! К нам присоединяется главный тренер Хакинова клуба СК Валерий Брагин. Валерий Николаевич, вы нас слышите? Да. С победой вас поздравляем и для начала оценку матча, пожалуйста. Ну опять, первый период неудачи сложился для нас, хотя мы играли неплохо, такая равная была игра, но они забили, мы нет. Поэтому со второго периода, так скажем, более агрессивно в атаке сыграли, забили гол, а в третьем периоде перешли на три линии, забили большинство, по буллитам выиграли. Спасибо, Валерий Николаевич. Коллеги, вопросы, но не забываем представляться. Здравствуйте, Азамат Шелуков, Медиакорсеть. Тяжело СК проходил в зону Салавата в первом периоде, в чем была проблема? Ну, Салават всегда агрессивный, мы знали об этом, играет первый период, поэтому готовились, но я еще раз скажу, неплохо сыграли мы первый период, но соперник забил, мы нет. Что скажете о дисциплине своей команды в овертайме, в частности нарушении численного состава? Спасибо. Ну, так случилось. Владимир Бакулин, официальный сайт КХЛ. Валерий Николаевич, почему все-таки сегодня доверили место в воротах Самонову, а не Бердину? Ну, у нас есть тренер по воротарям, который работает с ними, поэтому принял такое решение, мы согласились. Валерий Николаевич, ну, получились довольно похожие матчи в Питере и в Уфе, есть ли какая-то закономерность в этой схожести? Ну, я думаю, только по счету, по счету, там в овертайме выиграли сейчас по булитам, а... И по сценарию тоже, поэтому, ну, соглашусь, так, два похожих матча. У нас здесь есть вопросы у коллег из чата, пожалуйста, задавайте. Да, Валерий Николаевич, добрый вечер, с победой, вопросов извести. Ну, вот мне игра больше понапомнила та, что была два дня назад в Череповце. Вы уже тогда сказали, что важно, как команда заканчивает матч, он никак не начинает. Но все-таки нет опасений, что в каком-то из матча вот так вот в первом периоде можно пропустить 3-4 и уже не отыграться? Спасибо. Конечно, есть опасения, поэтому мы работаем над этим, чтобы не пропускать в первом периоде. Валерий Николаевич, сегодня Аскарова и Подколзина не было, вы их приберегли под сборную? Ну, немножко приболели они так же. У нас, собственно, все. Спасибо большое, Валерий Николаевич, еще раз с победой. Спасибо. Валерий Николаевич, главный тренер хоккейного клуба Соловат Юлайв, с нами на связи. Томи, здравствуйте. И для начала, комментарии по матчу. Здравствуйте. Я думаю, сегодня мы увидели в Уфе очень хорошие игры. Два хорошие игры игры играли, и это было еще один игрок. Это было очень тяжелый игрок. И разницы были очень маленькие. Так что, мы начали хорошо. Очень хорошие первые 20 минуты для нас. Мы победили два гола. Сегодня я думаю, что мы не могли бы победить поигрышу. И поэтому мы играли в сутки и в сутки. Данил Тарасов, очень хорошая работа. Думаю, сегодня на Уфу-арене зрители увидели хороший хоккей, исполнение двух сильных и равных команд. Ключевой момент на сегодняшней встрече, я считаю, что сегодня нам не удалось забить такие в большинстве, когда у нас были шансы. Поэтому игра дошла до вертайма и буллитов. Хочу отметить хорошую игру сегодня Данила Тарасова. И считаю, что вот первые 20 минут мы отлично провели. А затем, к сожалению, чуть хуже сыграли. И плюс с ним развали большинство. Владимир Бакулин, официальный сайт КХЛ. Томми, второй матч подряд не играет Мэтцелла. Что с ним и поедет ли он в ближайшую поездку? По поводу поездки пока сложно сказать. А что касается сегодняшней ситуации, он пока болеет. И второй вопрос с вами. Кем планируете заменить уезжающую молодежь в сборную? То есть Амирова, Башкирова и Мухаммадулина? Я думаю, что у нас есть бойцы, как Бараном. У нас есть Алаликин, Укиматов, Лисовец Коробов. Я думаю, что мы найдем игроков. Пименов. Извините, что я не сказал. Я думаю, что мы найдем игроков, вместо этих молодых парней. Я думаю, что для этих молодых парней мы найдем замену. Например, те же Алаликин, Пименов, Баранов, Гематов могут сыграть и усилить нашу игру. Плюс есть Коробов, Лисовец защиту. Поэтому думаю, что широкий ростер позволяет нам искать какие-то варианты. Алексей Горюнов, Московский основатель. Томми, чем можно объяснить, что второй матч Соска, Салавад во второй половине прям встает. То есть начинает запирать в зоне командового. Я думаю, что когда два хорошие команды играли, и в двух играх мы играли первые два гола. И это проявление в игре, как это происходит. Это всегда происходит так. Это не про физическое состояние. И это потому, что если ты слишком низкий, то ты начинаешь хранить на следующий гол больше и больше. И это почему-то так. И я думаю, что мы поддерживали хорошо. Мы играли хорошие хоккейские игры сегодня. И, как я уже говорил, это было очень-очень просто. Как я сказал прежде, сегодня была игра таких равных команд, которые все решили, не дали. Что касается, когда команда уступает в счете, то она начинает еще агрессивнее, так скажем, охотиться против соперника, что и сделал СКА. Я считаю, что мы сегодня в защите хорошо действовали, в принципе, хорошо играли. Поэтому здесь у игры бывает такое течение, так игра с парой складывается. Тем более они уступали 2-0, они бросились вперед. Но так игра сложилась, так происходит. Томи, не считаете ли вы, что у первого звезда слишком много обязанностей в равных составах, а в меньшинстве выходит? Именно поэтому их, может быть, не хватило на большинство в концовке? Я не знаю, я не верю. Это было как к концу игры, когда у вас есть возможность победить этот матч. Только один гол и у вас есть возможность победить этот матч. Это более как ментальное дело. И для тех, кто испытывает это, это легко верить на ребятам. Сегодня я решила, что я верю на этих ребят, но сегодня мы не могли бы победить. Но я не верю, что они были вверх. Не считаю и не верю, что сегодня они были уставшими. И в таких ситуациях, когда надо решить, и все решит один гол, есть те, на кого можно положиться. Сегодня мы решили их использовать. Единственная проблема, что они, к сожалению, сегодня не смогли забить. Здравствуйте. Я Заман Шулуков, Медиакорсет. Сегодня Сошников не играл. Расскажите, почему? И как можете прокомментировать информацию о его возможном обмене? Всегда есть много хоккейных хоккейных команд. И если есть информация, я думаю, что Солово Дюлай будет информировать. Что касается Сошникова, то всегда, не конкретно о нем, а всегда вокруг команд хоккейных обменов происходят слухи, поэтому здесь, я думаю, что стоит дождаться официальной информации по этому поводу. Ну а сегодня, почему именно он не сыграл? Почему именно он не сыграл? Нет комментариев, он не сыграл. Пименов, но так и не сыграл. Почему? Поэтому я не хотела ничего変ать. И он сегодня 13. и не сыграл, но так и не сыграл. Но, я не знаю, может быть, это история. Второй матч подряд. Означает ли это, что вы подобрали ему нужных партнеров, а именно центра? Да, мы увидим. Это, как Амир идет с национальным командой. Он уйдет. Он уйдет в следующую, я думаю, 4-5 недели. Поэтому мы увидим, как мы уйдем. Но сегодня, ребята играли хорошо. Нет вопросов о том. Сегодня, безусловно, парни сыграли прекрасно в этом сочетании игровом. Однако, что касается именно Игра Мирова, он в ближайшие 4-5 недель будет в команде отсутствовать. Поэтому, когда он вернется, уже будем смотреть по ситуации, как он себя уже будет проявлять. Ну, как все это в игру вернется? Томми, в этом сезоне уже три игры проиграны, ведя в счете 2-0, то есть две шейбы. Означает ли это, что команде, может быть, не хватает тактической выучки, то есть там сбивать темп сопернику, сдерживание играть? Отдаете инициативу? Я думаю, это очень хорошо, что мы можем начать так сильнее, что мы можем 2-0. Я думаю, это так. Это говорит, что наша команда готова для игры, и мы готовы, чтобы идти. Так что, конечно, мы должны улучшить как мы играем, когда мы играем. Но мы должны продолжать и продолжать играть в таком случае. Но я думаю, что это очень хорошо, что мы можем 1-0, 1-0 и 1-0. И прямо сейчас. Я думаю, в этой ситуации самое главное продолжать действовать так же агрессивно, как у нас получается. Сегодня мы были заряжены, мы сегодня прекрасно провели первую половину встречи, забили два гола. Но должны, да, конечно же, делать выводы и учиться на этом. Но считаю, что нужно продолжать в том же духе, играть агрессивно вперед. У нас закончились вопросы. Огромное спасибо. Гуд лак, Томи. Спасибо. До свидания. Александр Самонов, насколько я понимаю, с нами на связи. Нас слышно, да? Да, всем добрый вечер. Здравствуйте. С победой, конечно же, да? И для начала, если можно, оценку игры. По игре, получается, ну, мы знали, что Словат хорошо начнет. Они в первый период всегда здесь хорошо играют, давят, так кружат. Немножко не получилось держать. Но в целом, потом, я думаю, удалось навязать свою игру. И, конечно, удаление много сегодня было. Но ничего, выстояли и с хорошим настроением едем домой. Коллеги, вопрос. Александр, довольно много у СК, скажем так, основных вратарей. То есть, не получается постоянно ни у кого играть. Как удается поддерживать себя в тонусе? Да, пока вот сейчас с Магнусом играем через игру. Думаю, неплохой ритм. Но, что дают, надо брать. Я думаю, так. Своё не отдавать, главное всего. Александр, ну, два похожих матча с Словатым Юлаевым получился, что в Питере, да, что сегодня. Вот с чем это связываете? Ну, я думаю, что всё-таки такие две игровые команды. Такие мастера хорошие, условатые у нас, ребят, которые могут забить. Поэтому такие матчи напряжённые, тем более, сейчас уже повторюсь, наверное, слабых команд нет, все бьются, пластаются, хотят выиграть. Посмотрите на турниры, там, что на востоке, что на западе, всё плотно. персонально разбирали игру перед булитами того же самого Гранлунда, Хартикайнина? Ну, я в целом так сам послевину, как бы подсказывают мне, но в целом примерно плюс-минус знаю, что примерно ребята будут делать. Спасибо. Спасибо, Александр. Вопросы у нас закончились ещё раз с победой. Спасибо, всего доброго. Степан Старков, начнём с комментариев об игре. Здравствуйте. Хорошая игра, соглашусь с Амоном. Чуть-чуть проспали начало, но не отпустили игру, выровняли и выиграли. Всё вам хорошие игры. Владимир Бакулин, официальный сайт КХЛ. Степан, ну вот такие две похожие встречи получились с Салаватом и Лаевым. Вот всё-таки почему так вышло? Сначала пропускаете, да, первый период, там, 0-2, что в Питере был, что сегодня 0-2, затем нагнетаете и побеждаете. Хороший закономер, что побеждаем, но, конечно, не хотелось бы каждую игру так начинать. Думаю, поработаем над этим, поправим, что выиграем. Замат Шулуков, Медиакорсеть. До вас, Брагин и Самон, вы говорили о том, что СКА хотел грамотно начать матч, но это не получилось. На что обращали внимание в игре Салавата в первых периодах и, собственно, что именно не вышло, ну, понятно, кроме пропущенных голов. Спасибо. Обращали внимание на их активную игру в первом периоде, на то, что они все всегда шайбу на пятак оставляют и как раз, что они из-за ворот на пятак постоянно выкидывают эту шайбу, так и пропустили, собственно, слет там, ну, оказались немножко не готовы к этому почему-то. Степан, а сейчас из-за ряда ограничений в ряде городов действует запрет на посещение матчей зрителями. Сегодня вы увидели и болельщиков СКА, соответственно, и трибуны, заполненные по разрешению, да, вот насколько приятно и в то же время сложно играть сейчас при поддержке болельщиков? Не сложно, конечно, сегодня приятно было видеть наших болельщиков и Салават хорошо поддерживали. Всегда приятно при шуме трибун играть. Закончили вопросы, спасибо, Степан. Спасибо. Капитан Салават Юлаева Григорий Панин к нам присоединяется. Гриш, слышите нас, да? Да, всем добрый вечер. Да, здравствуйте. И для начала комментарии по матчу. Ну что, комментарии по матчу вроде начали неплохо, затем так скажем первый гол, который мы пропустили не совсем такой он как бы логичный, вынужденный, ну и потом в меньшинстве в принципе начало удачно для нас игра складывалась, затем как примерный такой сценарий Санкт-Петербурга получился. Вот, игра складывается так, мы сделали больше ошибок, поэтому соперник выиграл. Владимир Бакулин, официальный сайт КХЛ, Григорий, ну вот второй, третий период, второй матч с Питером, Салават заметно подседает, почему это происходит? Я бы не сказал, чтобы мы заметно там подсели, у нас достаточно было много моментов и забить, и достаточно много мы держали и атаковали, так же, как и Питер, в принципе, у нас был достаточно такой открытый хоккей. Могу сказать, да, в третьем периоде это было заметно, что где-то может быть настороженность, где-то пытались удержать счет, и это сказывалось, то, что много у себя в зоне проводили времени. Спасибо. Здравствуйте, Азамат Шулуков, Медиакорсет. До этой игры, а именно до второго голоска, Салават в меньшинстве пять игр не пропускал. Расскажите, что лучше ли в меньшинстве? До этого это было большой проблемой. Да, я думаю, вы все заметили, что меньшинство у нас и, так скажем, пары поменялись, нападающие, защитники более уже, ну, как бы сыгранные, мы там с Пашей выходим, Сэмт выходит с Бирюком либо с Аней Алексеевым, поэтому есть те сочетания, которые поменяли и много смотрели видео, много разбирали. Ну, а то, что касается второго гола пропущенного, он, ну, там, стык попал, а удачно забил Ким Пайнин. Сегодня у защитников Салавата всего четыре броска. В большинстве обычно восемь-десять за матч бывает. Это скорее стечение обстоятельств или наоборот? Вы имеете в большинстве или вообще в принципе? Нет, вообще сегодня всего четыре броска у защитников. Бывают такие игры, что, да, защитники мало бросают. Бывает, что... Сэм, почему мало бросали? Мы мало. Защитники? Сэм не знает, почему. Бывает такие игры, когда там нападающие больше стараются взять на себя ответственность и атаковать ворот соперника, а защитники меньше участвуют в этом. Вы, наверное, правильно выразились? Это, да, стечение обстоятельств, извините. Можете этот матч сравнить с чем-то похожим на плей-офф? Нет, не могу этот матч сравнить с похожим на плей-офф, но, наверное, по количеству как бы моментов и по открытости хоккея, но так, в принципе, в плей-офф игры совершенно другие. Григорий, ну, семь очков из восьми возможных в домашней серии игр. Суловат нашел свою игру? Это, знаете, такой, если философски говорить на этот вопрос, то каждая команда ищет свою игру по ходу сезона для того, чтобы подойти в какой-то, как многие там специалисты считают, в оптимальной форме, в оптимальном составе, поэтому мы всегда в поиске, и любая команда в поиске лучших сочетаний, лучших каких-то комбинаций тактических действий, поэтому всегда это как бы такое колесо вечной работы. Спасибо. Огромное спасибо, Григорий. Спасибо вам. Удачи. Всего доброго. Спасибо. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok